Привет! В этом видео мы завершим работу над нашим сайтом и добавим различные мелкие дополнения на сайт. Также заходите на сайт itproger.com, ссылка на этот урок на сайте будет в описании к видео, здесь вы найдете домашние задания и много другой полезной информации, ссылка в описании к этому видео. Первым делом мы изменим логотип, чтобы здесь вместо текста была какая-то картинка, поэтому нажимаем на настроить, я это уже и сделал, дальше нажимаем на header, дальше выбираем лого и здесь добавляем логотип. Картинка в принципе может быть любого размера, здесь рекомендуется 164х45 пикселей, но в принципе можете любую закидывать, к примеру у меня картинка 513х513 пикселей, но обычно это идет 512х512, но у меня это такая вот специфическая. Нажимаем ее выбрать, дальше не обрезать, обрезать мне ее не надо, и далее когда она сейчас загрузится и установится, она будет слишком огромной, поэтому нам надо будет установить, чтобы максимальная ширина была, ну поменьше, как видите она слишком огромная, вот, поэтому максимальную ширину мы делаем, к примеру, 62 пикселя, достаточно будет хорошо и поэтому нажимаем опубликовать, вот такой теперь у нас здесь есть крутой логотип. Также дополнительно здесь вы можете поработать над футером, вы можете выбрать для него цвет заднего фона, к примеру, или же выбрать какие-то отступы, вот. Также помимо футера здесь можно установить фав-айкон, фав-айкон это вот это изображение, которое вот здесь должно отображаться. Чтобы его установить, нам необходимо перейти в свойства сайта и здесь выбрать изображение в качестве иконки сайта. Я установлю то же самое изображение, что я уже ранее сюда загружал, поэтому его просто выбираю, никак обрезать его не буду, здесь мы можем, кстати, увидеть, как оно будет выглядеть, ну, после того, как мы его добавим, выглядит оно будет достаточно красиво, и, соответственно, его мы и сохраняем. Вот такое теперь у нас здесь изображение добавлено. Нажимаем на опубликовать, и после этого нажимаем на закрытие всего этого сайта. После этого мы можем вообще выйти из панельки администратора, просто взять и выйти из нее, и, соответственно, посмотреть на то, как выглядит наш сайт для простого пользователя. А выглядит он достаточно круто. Здесь есть куча различных блоков, здесь есть информация о нас, здесь есть карта, здесь есть видео на заднем фоне, есть красивое лого, есть фавайкон, и это все сделано буквально за небольшой промежуток времени. Так что на этом наш видеокурс подходит к концу, надеюсь, вам он понравился. В этом видеокурсе мы рассмотрели множество преимуществ движка WordPress и научились создавать на нем простые сайты без использования какого-либо кода. Так что на этом все. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, переходите на сайт itproger.com, все ссылки будут в описании к видео. До скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok